Ну что, сейчас уже несу мой такой завтрак. Кафе, ресторан красоты до бьюти, погода сегодня шикарная, я исходила в магазинчик, я там все расскажу. Ох, я уже такая иду, красотка, суперзвезда, суперзвезда, мороженое уже тает, немножко тает, уже нужно кушать. Сейчас вам все покажу, сходила к моему такому ланчу, как в Париже, купила мороженое, еще мандаринки, а еще картошечку, купила картошечку, сеточку картошечки, ну вот такому ужину, как в Париже, а сейчас у меня на завтрак мороженое, сухой завтрак, мандаринка, халва, конфетки, ну и конечно чай, конечно чай должна вратить к империи. Так что вот такие вот дела, здесь я как-то выгляжу, как-то вот это, смотрите, как здесь лучше, как свет падает. Обратите внимание, такая, такая голубоглазая. Отходим чуть туда, смотрите, отходим чуть туда, туда. Ну, в общем, вот так. Татьяна Салмановна Мактум Саффи. Такой завтрак, немножко такой солнышко, сейчас посмотрим как тут. Так, какой завтрак. Ну, пока что может быть год платит, но пока это, пока в магазинчик сходил, встала я, встала я, встала я, сейчас у нас сколько, ну полный, у нас ланч. Time for lunch. Time for lunch. Time for lunch. Вот смотрите, творческая студия позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактум Саффи. Да, да. Lunch time. Литературные чтения. Да, как сказать, литературные чтения в кафе, в кафе Краснеда Бьюти, творческой студии позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактум Саффи. А как звучит? Спинку прямо. Татьяна Салмановна, спинку нужно держать прямо. Татьяна Салмановна себя ощущает, Татьяна Салмановна ощущает себя сегодня как в марафоне. У меня такие ощущения, что я уже пробежала 20 километров. Такая нагрузка. А Татьяна Салмановна знает. Татьяна Салмановна занималась дзюдо в юности и участвовала даже в соревнованиях за город Ленинград. Да? Ленинград, СССР. Теперь надо же теперь горяченького сюда добавить. Вот. Такое чувство, что я уже пробежала 20 километров. Это эти спортсмены, они знают, их учат этим методикам. Лежишь на кровати, представляешь, что ты мячик уже закидываешь. Закидываешь мячик. Вот эту штуку. Тренируешься мысленно. Такое чувство, что я уже мысленно пробежала 20 километров сегодня. Горяченького. Он уже горяченького добавит. Сейчас. Сейчас я пойду. Мама. 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 Мала. Мама. Мама. Ах, немножко уже мороженое тает. Ах, что же я такая дерзкая, даже не накрашенная. Гайс, ах, этот мужчина. Ах, а что вы такая дерзкая, даже сегодня без красной помады. Такая дерзкая. Вы видели клип этого Стаса Михайлова? И она такая, такая вся в восточных этих нарядах. А он такой держит эти, эти такие брюлики. Ах, не надо меня смущать. Эти мужчины, эти восточные, вышли смущать. Здесь они без красной помады. Не надо меня смущать. То я на них смотрю, отвлекаюсь, отвлекаюсь. Вот. Ну вот этот клип, видели эти брюлики? И она такая, и она такой, такой павильон. Я тоже хочу снимать клипы, хочу быть певицей. Потому что вот такой павильон, и она такая красивая. Она из лимузина выходит, все-таки в этих нарядах такая. Я вам там загружу. Как там, душа? Душа, как-то с душой связанных. И он такой, и она вот этот самолет частный. Вот этот частный самолет. Guys, у нас будет с вами два самолета. Знаете, такой лимузин. Знаете, такие будут, это шикарные, такие будут две шикарные машины. Две шикарные машины. Вот так, две. И два этих частных самолета. И мы с вами выходим. То есть в одной машине эти guys, в другой я. С моими марафонскими ногами, как я сегодня пробежала 20 километров. Ну вот, мои вот ощущения, и они это чувствуют. И нам надо будет каждому дойти из этого, да, буквально чуток, выйти из этого лимон, этой эксклюзивной машины, и дойти до самолета. Это чьи будут? А, это будут спонсорские самолеты. Мы найдем спонсоров. Они нам купят эти самолеты. Даже можете не сомневаться. Стен Салмана сейчас-то кликнет. Стен Салмана найдет Билла Гейтса. За счет фонда Билла Гейтса мы купим эти самолеты. В общем, короче. А тогда эти guys причем. И потом мы с этих guys мы снимем эти деньги. Мы сначала эти купим, как спонсорская помощь. А потом за их счет. Приходите там сверлить. Как говорится, сверлить. Ремонт идет. Ремонт, да. Лето, ремонт. Ну, кто дойдет. Вот если дойдут они, понимаете, с этой эксклюзивной машины до самолета. Ну, у них самолет, короче. Это спонсорство. Платить не надо. Там не надо ничего. Нет, просто там. Так это, еще как-то нужно одеться. Так это шикардосно. Знаете, вот это вот, как называть. А Гуччи, Версачи. Там ничего такого. Там Гуччи, Версачи. Там все эксклюзивно. Так вот, дойти надо будет. С марафонским. Вот этим марафонским. Так что вот. Дойдут их самолет. Не дойдут. Кто-то дойдет. Если я дойду до этого самолета. Все это мое. Вот это и Лемо, и вот эти вот самолеты. Я даже не поняла. А, тогда с них это будет. Стоять счет это будет. Тогда мы Билл Гейтсу вернем его деньги. Спонсорские. Слушайте, у меня уже это мороженое тает. Так что вот. И поэтому они узнают, почему Татьяна Саламовна такая дерзкая, даже без красной помады. А это что? Это литературное чтение. Вы что думали? Это новая книга. Знаете, какой-нибудь этот Пелевин. Пелевин, он же богатый. Пелевин. Это книжка в целлофане, которую я даже еще не купила за тысячу рублей. За целлофанинное. Это, наверное, я включу в эту книгу. Иронический детектив. У нас литературное чтение. У нас не только. Знаете, у меня этот, как там, это кафе, красоты да бьюти. Мы разговариваем на разные темы. Потому что у меня еще книги в проекте. Мотив де трусы, Мотив де алмаз. В общем, давайте к моему эксклюзивному завтраку. Так что вот. Ох, ну да. Что там такое? Ох, ну да. Вот так. Ну да, а что это такое, а, мусорка приехала, да, экология жизни, у них там даже такое экологическое, да, должна быть чистота, правильно, чистота, порядок, если они все вывезут, мусор вывезут, у нас есть и просто такая чистота будет, да, и потом они будут знать, что такое мороженое, я купила, я балуюсь мороженым по 8 рублей с 90 салмом из библии, они потом будут думать, а что это такое, а это вот баловать себя мороженым из пальмового масла по 8 рублей и творогом, баловать себя, будете баловать тебя мороженом из пальмового масла печеньем из пальмов масла технического творогом из пальмового масла техническая сметаной как говорится из пальмового масла и творогом и еще и еще сыр в нем можешь сестры я хмотр и так ты крема вот будет тебя у себя в эту баловать сколько тут лет баловалась это татьяна салманова а вот я не буду в общем баловый баловый так что юрий анатольевич очень любил покупать дешевые сыры и пойдет творожку купят так что и меня облачивать спасибо вам большое принципе такой нормальный творог так что это после экология знаете после америки после все органик органик от баловать себя 9 10 11 12 13 14 15 и в общем на самом деле как говорится сейчас на 21 я что вы а потом будете думать там марафонский бег 20 километров там сосуды и так далее ну я не об этом я просто вот немножко рассуждаю о о том что должен быть порядок и лучше есть лучше быть богатым и лучше баловать себя на органик фута почему это все к нашей теме к нашей теме возвращаемся мы учимся ну по крайней мере я вот изучаю книжки богатых и великих позитивное мышление смежные науки учимся у богатых знаменитых людей джек кэлпилса джон кеха наталья правдина вот тони роббинс а то не роббинс ох но это вообще там ну и там много всего года шепер мир закарим нарбеков список можно продолжать продолжать и продолжать ангелина могилевская луиза хея как бы не знаю там мастера фэйшу и в общем вот так что Вы знаете, сморокколи откуда обработанные, знаете, в этих, как там, в чем они там перевозятся? Их так обрабатывают, а потом еще закусить вот этими фруктами и овощами, которые наполнены, как там это работает, целая ГМО. Ну да, а потом вы еще добавите себе еще ГМО, закусите ГМО картошечкой, ГМО фруктами, ГМО овощами, а потом встанете с утра и будете думать, жизнь прекрасна, жизнь прекрасна и, в общем, как-то нужно, в общем, ну не знаю, что можно посоветовать? Я не знаю, 90-й псалом вот советую. В принципе. Это к чему? К экологии жизни. Это, Татьяна Салмановна, точно рекламирует. Лучше быть богатым, здоровым, успешным и покупать продукты в органик-шопе. И мыслить позитивно. Экология мысли. Ну ладно, пылить здесь не надо. Убрали мусор. Зачем подъезжать на подбалкон с этим мусорником? Вот там, что ни звено, там полно. Там эти парковки полно, даже вернуться вот это можно. Нет. Написано у меня в том, что мне было. 427. Написано 427. Всем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Б beautifully Вот это лето-л 동안 Смотрите Я смотрела бутылку в пяти озёрах подружкам 600000 руб 500 рублей 1000 рублей я вообще не поняла и везде отходила в этот магнит зашла тоже там можно было мужские купили за 120 с чем-то рублей я думаю нет надо где-то поискать сегодня на кассе всеми шагами смотрю такой новый мужчина кстати его раньше не вилку симпатичный молодой в общем пробивала смотрю у нас такая сигарета всякой этих жвачки смотрю эти вот станки 49 рублей 5 штук представляете я бы так давайте быстрее а что же умеется вы медлите ну да называется красота по бьюти цене насколько они хороши конечно и двойные может быть женские да кстати женские но это эта штука а хотите цвет фуксистости а самое главное цвет фуксистости вот он цвет фуксистости красота какая насколько они хорошие такие оригинальные я вам скажу потом но по крайней мере стоимость такая нет если вы хотите можете за эксклюзивный может и за 10 тысяч кто там купит кому-то плевать я просто говорю что вот такие цены бывают разные рапира называется платину платину платиновые покрытия да еще платиновые покрытия двойные лезвия про и женские двойные лезвия цвет фуксистости так что вот ну что купила себе еще картошечки сходил думать о мороженое еще знаете что там нас какой у нас у меня будет меню в моем ресторанте ресторан как это кафе ресторан красота добьете какое меню купила фиолетовую сетку картошечки там 57 рублей до вас полна килограмма вот так что свою картошечку или пожару свою картошечку купила себе она знаете вот эти вот как они называются банка банка этого рыбы рыба советское время эти уже забыла как назвать это рыба вылетела из головы вылетела из головы название название это рыба и как длинненькая ну сейчас вам покажу принесу шпроты в советском союзе как это красиво получается в советском союзе шпротами мы баловали себя только на новый год на какие-то праздники это был вообще это было дефицит я уже покупал 36 рублей он такие правда небольшие но шпротно то что вот меню в ресторане вечером у меня вот я понимаете обыгрываю такое она такая по типу сказка терапия в общем литературное кафе нужно понимать это я приготовила себе ланч это для себя и так звала поэтически литературные я думаю что нужно красиво назвать это меню я для себя это буду готовить это не надо иметь ввиду что это кафе или ресторан что тут кто-то приглашён ну в смысле понимаете но политически сказать что вот да как-то ну в общем как-то это нужно это красиво я это просто для себя говорю меню что я буду кушать приготовлю буду кушать дальше посуду мне столько мыть надо посуду помоем уже приготовлю вечером бежек вечером буду читать книжки наслаждаться в общем это погода природа опять у меня открыто очень наслаждаюсь не знает как-то как пазанда практически как лазурный берег я бы ему бы нет если там это луизы хейт там поцеловала чеки и вообще как-то вот так все там эти аффирмации наталья правдина тоже тут ходила оплачивая эти счета представляю что она этот миллионер я должен этот магазин должен откуда к этому миллионеру почему не представить вот это кафе на лазурном берегу как-то вот это вот приготовить себе ланч почитать какую хорошую книгу и заодно это все представить в хорошем смысле в хорошем смысле в таком как пишет наталья правдина первых книжках знаете у меня такие есть эти эпиграфы какие-то а ну что дорогие друзья возлюбленные мои продолжаем наше путешествие и наша белоснежная яхта она вот бороздится просторы бороздит просторы от мороженого это в общем вот политически она в книге написала таким языком я тоже хочу знаете вы дать как говорят пушкинский язык знаете вот пушкинский язык какой-то у нас особый а здесь я хочу научиться говорить знаете как я там читал же мою статью не статью а это голову из моей книги тайная психология денег скрета богатства процветания вот язык изобилия вот что-нибудь такое еще политическое вставлять 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 очень много таких красивых слов и как бы в обычной жизни их особо употреблять чтобы не приходится но можно как себя научить вот таким языком говорить и для этого можно использовать как раз какое-то такое ну вот как я придумала вот такое вот там ресторан кафе красоты да бьюти ну вот еще списочкой а мы там эпитета вы видели там эпитета там красивая вообще нам это супер супер шикарная то есть там вообще такая целая страница когда в интернете нашла я сама когда прочитала вообще просто была думала когда вообще даже удивительно потом я вам почитаю какие другие такие книжки я просто другие по поводу других не знаю я интересуюсь позитивным мышлением смешными науками и вот детективы роман а вот у натальи правдина вот так вот представляет там себя уже шикарной квартире там на балконе с любимым мужчиной очень много поняли там такое вот это вот все такое вот это вот то есть у него этих книжках написано так очень очень красиво а что столик уходить и у джона кеха тоже в книжках что такое вот здесь почитаем читаем надо сейчас завтрак мой ланч а то у меня мороженое уже уже тает уже тает вот надеюсь вот солнце светит так вот я на себя посмотрю на зарядку нужно поставить в этом зарядке осталось мама бука когда-то тут летом или когда там ну да ноги такие знаете вот этого человека намного лучше стало вот как там это как раз было вот это я все ждала это был какой там год 18 я все ждала чемпионат чемпионата но это не попало петергофья была вот там чемпионат болтик футбол хоккей футбол эти футболисты чемпионат какой-то был там я вообще ждала а должны были это дворец открыть как такая все в петергофе там занималась знаете ну да как назвать этот чемпионат был там футбольный или какой-то красный пол чемпионат футбольный они ждать уже подумали знаете красный пол здесь так легко легко знать там побегать чемпионат вообще выиграть вот это все это к чему это пик так тому же вот этому самолету и дорогу на этом дорога у меня клейминга с левой стороны если смотреть лицом туда в окно там они туда почти асфальтировали но это по-легкому на такая дорога она как-то метафорично называлась по легкому выиграть на эти раза вы знаете вот очень сложно выиграть а тем более вот одиночная вот россии советскому союзу по-моему никогда не удавалось выиграть эти чемпионаты вообще особенно олимпийские игры в одиночном женском катании это очень тяжело а чтобы выиграть такие соревнования в юном возрасте это практически в принципе невозможно так что вот метафорично там такая дорога была они просто подумали знаете а как это говорят зачищают банкет а потом они долго буду думать а что такое вот это это наверное перетренировались наверное они слишком много тренировались слишком перетренировались Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok